Совсем скоро нынешние абитуриенты станут полноправными студентами нашего университета. Сегодня перед ними стоит большой выбор специальностей и факультетов. Ребята выбирают направление, которое откроет для них новые горизонты и полностью изменит их жизнь. 20 октября в физико-техническом институте прошел день открытых дверей. Абитуриентов достаточно много пришло. Сейчас заведующие рассказывают им о институте, о том, чем занимаются на кафедрах. Мы рассказали им сейчас о направлениях подготовки, как эти направления будут востребованы в будущем и какие знания на этих направлениях они получат. Абитуриенты, которые желают связать свою жизнь с физикой, узнали о жизни и работе института от ведущих преподавателей. Ребята и их родители смогли задать интересующие их вопросы и лично пообщаться с преподавателями, чтобы узнать, что их ожидает в будущем. Также гости института посмотрели новейшие лаборатории физико-технического института и убедились, что усовершенствованное оборудование позволит им овладеть необходимыми для практического опыта навыками. Хочу поступить в этот университет. Пришел я один день открытых дверей, чтобы получше узнать о факультетах, которые здесь существуют. Так как это будет связано с моей профессией, в будущем, поэтому я решил поступать на физико-технический институт. Очень много нового узнал, очень много меня заинтересовало. Мое желание стало еще больше поступать. Пришел я сюда, мне стало интересно, что действительно здесь физика, ну, вообще отрасль перспективная и требует усидчивости, старания и упорства. И это вообще этот институт не для слабаков, не для слабонервных, так сказать. Заинтересовало, собственно, направление, действительно очень перспективное, очень нравится, имеет прогресс уже даже сегодня. Ну, я думал, выгодить учиться на физика или же на астронома, начать на физика-оптика, а потом пойти работать в КРАВА, Крымскую астрологическую обсерваторию. Сегодня абитуриенты вступают на новый путь, который определит их дальнейшую жизнь. Помимо физико-технического института, дни открытых дверей прошли практически во всех структурных подразделениях Крымского федерального университета. Субтитры создавал DimaTorzok